Я запускаю новый проект «Деньги от Апостола. Выплаты вам за информацию». За август и сентябрь месяц я выплатил более 4 миллионов 300 тысяч русских рублей. Плачу я за различную информацию, начиная от геопозиции складов боеприпасов, различной техники, до расположения личного состава. Выплачиваю на крипту или выплачиваю на карты банков РФ от 50 до 250 тысяч русских рублей за одну позицию. Выплачиваю сразу после подтверждения предоставленной вами информации. Общение будет проходить только в WhatsApp. Для проекта будет создан телеграм-канал, в котором будут новости и объявления. Телеграм-канал написан, подписываемся. В WhatsApp тоже написано. Спасибо. Как дела? Я звук Владимир, я журналист. Общаемся, проводим интервью с военными предами. Пообщаемся с вами? Да. Вы даете добровольное согласие на записи и публикации в нашем видео? Даю. Как ваше фамилия и имя? У вас дефект лич? Да. У меня челюсть сломана. Челюсть сломана? Я ничего не знаю. Если вы говорите невнятно, но это уже ладно, тут ничего не сделаешь. Но громче-то вы можете говорить? Конечно, могу. О, давайте тогда громче. Какое у вас подразделение? Второй бат. Штурмала я брал. Вы мобилизованы? Нет, я с лагеря. А, вас с лагеря забрали? Вы вообще откуда сами? Сколько сидели? Год и 9 месяцев. Всего год и 9 месяцев отсидели? А за что вас посадили? Кража, 58-я, 2-я. Какая охотка? Третья. Третья охотка. Тебе тоже за кражи были? Нет. Ну, одна за кражи была, а вторая за убийство. За убийство сколько вы отсидели? 10 лет. Вы десятку оттянули, а потом еще пошли на кражу? Да. У меня обстоятельства сложились. Ну, ладно. Я не про ваши подвиги хочу поговорить. Я хочу поговорить о том, зачем вы вообще сюда пошли? Ну, как бы приезжало Министерство обороны в лагерь. Ну, пообещали и кучу, короче. Ну, короче, пообещали полгода отслужить. Отслужить 2 недели в отпуск. И потом официально уже подписываешь контракт на год. Так. А сейчас мобилизация, короче, через лагерь, сейчас они отправляют, короче, на год. Это мы, кто успел на полгода, короче, они ушли. А сейчас отправляют на год. Министерство обороны взяло, взяло, ну, народ позабирали. Короче, 96 человек осталось, 11 человек. И это с 10-го числа по 22-й, по 22-го октября. А где остались 11 человек? Ну, в живых. Из 96-й человек. А откуда у вас какие цифры? Нет, вот с моего, я имею в виду, с моего, вот, уехала в лагерь 96 человек. И осталось 11 человек. Вот, с тем, не с кем я уезжал, с лагеря. Из лагеря уехало 94 человек. 96. 96. С моего лагеря. А в живых осталось 11. Да. Откуда вы знаете это? Ну, я просто ходил вместе с ним. Это все 90 человек были в одной группе? Да. В этой вашей второй роте, да, вы как-то сказали, штурмовой, да? Второй бат. Да. Расскажите, какие происходили? Когда, во-первых, и где вы были? С 10-го, 10-го октября мы поехали в Красногоровку штурмовать. Угу. Нам, нам объяснили, короче, нам нужно было доехать до 114-й точки. Нас отправили на 169-ю точку. Ну? На 169-ю точку мы приехали. Там, ну, словами не рассказать просто. Там, жуть. Ну, что именно? В окопах лежат трупы. 200-е. Потом приехали, через несколько минут, два БТРа обратно вернулись. Кто успел, запрыгнул. И все, и не уехали. Запрыгнуло 24 человек. А куда уезжали? Уезжали обратно, в обратную сторону. Откуда приезжали. То есть, если я все правильно понимаю, привезли людей, дам мясорубка. Да. Обстрел идет чем? Всем. Всем подряд. Всем подряд идет обстрел. Часть забирают, сажают на БТРы и увозят. Да. Ну, это просто редкость. Обычно... В Красногоровку сразу в деревню поехали. Вы были один из тех, кого посадили на этот БТР, я так правильно понимаю? Нет, я не один был. У нас было 24 человек было. Ну, на двух БТР. Один из тех 24, которых увезли. Да. А сколько осталось? Осталось. Нормально там осталось. Много осталось. И они все погибли, типа? Да. Откуда вы знаете? Ну, знаю. Ну, просто когда я обратно возвращаюсь, 22-го числа, где мы жили. Там осталось, короче... Ну, вот, с кем я уезжал, короче, осталось 11 человек. А так всего 60 человек. Осталось 3... Ну, почти 400 человек. 60 человек осталось. Вы видели их трупы? Нет, я их трупы не видел. Просто с тем, кто рядом с ними был, он живой остался. Мне потом рассказал. Ну, теперь понятно. Теперь понятно. Короче, из 94, кажется, да? 96. Из 96 осталось первично... 11 человек. Нет, это уже в конце осталось 11 человек. А сначала же вы говорите, 24 человека уехала на БТР. Нет. Сначала 24 осталось. Куда? Потом дальше, что было с этими 24? Потом, я не знаю, потом... Потом, короче, мы поехали... Где... Ну, короче, по Красногорску поехали. Я, короче, один остался в БТРе внутри. Все поспригывали в БТРе. Там был раненый у нас этот... Ну, кто обучал нас. Так, инструктор ваш? Да, инструктор. Угу. Он был ранен. Так. Я его, это самое, перегунтовал, руку и ногу. Угу. Я оттащил в БТРе. Угу. Ну, потом, я когда приехал в лагерь, что все нормально с ним. Лежал в госпитале, но я его не видел. Я его спас. Да. А с остальными что? Ну, остальные все, как-то, все вышли в разброс. То есть, непонятно, что с ними дальше, Сочи? Нет, ну, вы просто так говорите, 11 человек выжило, как будто вы четко знаете, что 11 человек выжило, а остальные погибли. Ну, просто 22-го числа, когда я обратно вернулся в лагерь, вот, и осталось вот 11 человек. Ага, вот так вот. Так. Ну, да, те, которые, вы говорите, ушли в разброс, там, или они попали в плен, или они за 200, или с ним, понятно. Так. А дальше с теми 11, что было? Потом 27-го, 26-го числа мы поехали опять на стол. Опять на это же. В Красногоровку. Ну, то есть, не Красногоровка, а позади нее. Угу. Нам просто сказали, что занять позиции в окопах. И ждать дальнейшего указания. Угу. Ну, нас поехало 60 человек. То есть, ну, короче... А еще к этим 11, 49 откуда взялись? Ну, они же с другого подразделения. Уже с другого доукомплектовали. Всего 60. Всех укомплектовали, я говорю, получил 60 человек. Мы поехали в Красногоровку опять. Так, а вы же понимали, что в Красногоровке происходит? Ну, у нас бы командири такие просто. А что вы не отказались? Там, не так не скажешь. А что было бы, если бы вы отказались? Не знаю. Не знаете. Такого, чтобы были так называемые заградотряды и тех, которые отступают, расстреливали. Такого не было? Ну, там, ну, там, ну, там, с другого подразделения не рассказываю. А такого, чтобы кидали в яму, били? Нет, не было. Тех, которые не хотят воевать? Или просто не было тех, которые не хотят? Нет, и мне не было такого. Понятно. И вас повезли в Красногоровку, 60 человек там что? Нам сказали, найдете окопы и, самое, и заряжите них. И будете ждать дальнейшего указания. Да, найдете окопы, хорошая штука. Ну, ну. Все, мы пошли, короче. Мы приехали туда утром. Вечером мы нашли окопы. Ну, кто, кто и как разгребрежался, короче. Вот, нас осталось, короче, вдвое лежать. Все куда-то ушли, я не знаю, кто куда. Мы, ну, мы не стали спешить, там, эти летали, дроны летали. Ага. Ну, все, дрон вроде успокоились, мы с ним пошли вдвоем. Куда пошли? Ну, короче, мы пока шли, там, летят, там, другая бригада была, 21-я бригада была. А человек 15-я, наверное, было. Все, нам говорят, ложитесь, все, мы залегли. Ну, все, что, мы пошли вперед с ним вдвоем. Его за 200-я, осколком, прям в пах. Я остался один. Ну, я минус 15-я. Страшная смерть, наверное, осколком в пах. Страшная. Он долго мучился? Не, он только успел сказать, что меня ранило, перебенетут ими ногу. И все. И сразу скончался? Сразу скончался. Он к нему, ну, пацан подбежал, и все, он говорит, ну, все, я ничего не смогу сделать. Угу. Ну, все, я минус 15 посидел, подъезжал, короче, покурил. И пошел, и пошел вперед. Ну, я не знал, куда я иду, куда я иду. Ну, все, смотри, там, впереди окоп. Ну, все, я какого подхожу, там, украинцы. Да. И все, взяли впрямь так. А вы не стреляли по украине? Нет, я не стрелял. Я даже ни в кого не пытался ни стрелять, ни вбивать ни в кого. А что вы вообще там делали, по вашему мнению? Ходили в качестве пушечного мяса под обстрелами? Ну, как бы и нет. Ну, я никого не пытался ни убивать, ни стрелять. Ну, понятно, вы в плену, вы будете от этого отказываться, потому что вы боитесь, что вам за это будут какие-то последствия, если вы расскажете, какие есть. Правильно? Не, ну, я, честно сказать, никого не убивал, ни стрелял. Ну, ладно, не буду я допытываться. Это не моя задача. Что хотите, то от себя и рассказывайте. Что не хотите, то не рассказывайте. А остальные 10? Вы говорите 11, в том числе и вы. А остальные 10, где они? Ну, я не знаю, живы, наверное, дай бог. А что вы думаете, а где они остались? Ну, там, на позиции. А, то есть они остались там на позиции? Ну, я не знаю, они ушли вперед. Понятно. А вот мы вдвоем с ним, вдвоем остались. Вдвоем остались, третий погиб. То есть уже не 11, уже 10. Да. И их осталось двое. Ну, понятно. А как звали погибшего? Знаю, поздравляю, море у него. Моря? Моря. Моря? А еще кого можете назвать из погибших? Просто их ищут. Бутанов. Бут. Моня, да, вот есть такой. Манякин. Моня. Манякин? Да, Манякин. Моня. Потом кто еще? Васильев такой. Артем. Молодой, пиздик, 20-й год. Погиб? Да. Вы точно знаете, что эти люди погибли? Кого, кто еще? Левенко Лева. Лева Левенко из Дергинии. Возьмите. Да. А потом кто еще? Сольмед 300-й. Ему гранаты вынесла челюсть. А где вам челюсть поломали? В лагерь. В каком? Первым сроком, когда я сидел. За кражу? Да. Вы блатной? Нет, черный. Просто черный? Просто мужик. Просто мужик. Понял. Так. Все. Все вспомнили? Это я вы. По именам. Ну, я же еще раз говорю, мне это не надо. Мне эти позывные все имена ничего не означают, но их просто ищут. Просто, чтобы вот те люди, которые там их ищут, чтобы они знали, что они уже 200-е. А у меня к вам только один вопрос. А за что они погибли? За что? Вот как есть, так и говорить. За родину они погибли? За родину, да. За родину. Так. Нахрена вашей родине, чтобы они погибли? Это я не знаю. Ну, кто согласился ехать, те поехали. Да нет, ну согласился, понятно, согласился. Вы ради чего поехали? Ради свободы. Ну, просто пообещали много чего. Так, значит, и они, наверное, погибли ради много чего пообещали, а не из-за родины. Правда? Да, наверное. Наверное. Если бы вы лично погибли, вы бы погибли из-за чего? За родину. Так вы за родину поехали? За родину, да. Да, а нахрена родине вашей? Зачем это вашей родине нужно? Не могу сказать. Просто все много пообещали. Подождите. Много пообещали, это не за родину. Ну, пообещали, что судимости снюсь. Это понятно, это понятно, когда вы говорите, что я поехал из-за свободы, из-за того, что мне пообещали, что судимости снимут, из-за того, что мне пообещали, что мне там будет чистый лист. Это понятно, но это понятно, это вам пообещали. Но когда вы говорите, что я ехал за родину, то я хочу понять, в чем именно смысл для вашей родины в том, чтобы вы воевали и в этой войне. В чем смысл? Я это не могу сказать. Не могу сказать. Вы бы еще раз поехали, если бы знали наперед, что происходит? Нет, не поехали. Так уже, значит, не надо родине, получается, что ли? Так за родину же. Нет, я буду поехал больше. Так а за родину? Кто будет воевать? Дядя Петя? Тетя Мотя? Давайте, кроме шуток, зачем нужна эта война? Война, я не знаю, никому я не знаю. Ну, Путин объявил войну. СВО, ну, то, что, в общем-то, война, он это объявил? Объявил. Но ему это надо? Зачем-то? Ну, зачем-то надо. Зачем? Ну, это я не знаю, зачем ему это надо. Вы бы погибли за то, что вы не знаете. Да. И за то, что вам пообещали. Ладно, у вас родственники есть? Есть два брата. Звонить есть кому? Не. Не? Не, у меня были номера телефонов. Но? На бумажке написано, я не знаю, в деле они, в деле, вот, не знаю. Сказал, что все вернуть. Там карточка была. Вы не помните номер телефона? Нет, не помню. В соцсетях кого-то помните? В соцсетях, да. Кого? Моего брата, жена. Где? В ВКонтакте, по-моему. Знаете, как она там подписана? Граболенко Татьяна Анатольевна. Давайте попробуем, посмотрим. Какой город? Оренбургская область. А? Оренбургская область. Не колышей? Нет. Оренбургская область. Ну, листайте, смотрите, Диана здесь. Да не бойтесь, но берите пальчиком, все как полагается. О, смотрите по картинкам, может узнаете. Да, вот, брат мой. Это она, да? Да, вот, брат мой, Лисиков Александр. Ну. Не стяжелай. Насылание поведомлено обмежено. То есть, ей нельзя написать сообщение, только если ты у нее в друзьях, но это длинный процесс. Ну, ладно, что могу-то делаю, но это не всегда, видите. Ну, спасибо. Если уже человек заблокировал входящие сообщения и звонки, у меня даже не заблокировано входящие сообщения, хотя мне пишет он идиотов, столько что. Спасибо большое. От себя что-то хотите передать заключенным другим, надо им сюда идти, воевать или не надо? Ну, я уже говорю, что не надо, не ходить. Я уже не раз говорю, еще скажу, не стоит. Вы бы не пошли. Нет, я бы не пошел. Ладно, идите. Так, ну, алло. Включайте видео там. Добрый день. Да, здрасте. Ну, общайтесь с сыном, в общем. Алло, привет. С братом. А, с братом, да. Как дела вот сюда? Микрофончик обязательно. Я ничего еще ждем, ждем на телефон. Ну, во-первых, я... Не получается. Ну, не получается у меня позвонить по той причине, потому что к вам сигнал не проходит. Я пытаюсь позвонить уже на протяжении двух месяцев, наверное. Вот два месяца, от тебя ничего не ду. И маме я звоню, соответственно, и тебе звоню. Просто ни гудков не идет, ничего не идет. Я маме говорил, чтобы она сим-карту новую купила. А вы купили сим-карту? Да, да. Я сейчас, если что, если Владимира разрешит, я смс-ки пошлю. Ты перепишешь. Ладно, я микрофонскую купила. Все... Все хорошо. Вот. А так на днях, короче, я еще, ну, планировал еще позвонить, но никак не получается, видишь, никак не могу до вас дозвониться. Вот. Как дома? Как дела вообще? Ты так хорошо выглядишь. Ну... Ты поправился прям. Да, да, да. Вообще красавчик. Да, спасибо. Реально поправился, кстати говоря. Да, реально, реально, да, вообще, прям видно, у тебя уже ни скол вот этих не осталось. Да, да, да. Вообще, непостриженный прям так хорошо. Очень хорошо набрал, да, вес, в принципе, здесь хорошо кормят. Ну, что, это ноги нормально все? Ну, хожу, только единственное, вот у меня носок не поднимается наверх, получается так, как шлеп нога, короче. Ну, ничего, работать. Работать начал на этом швейку, швейку запустил. На швейке? Да. А швейка есть там, да? Ну, уже есть. Представляете, уже вроде. Что вы шьете? А, ты пришел, швейка появилась, да? Ну, да, да, да. А вы что, профессийный швей? Ну, с опытом работы 13 лет. А, это же вы на зоне шили там? Да, портной, кутюрье, да. Еще и кутюрье? Ну, да. А ну, дайте я с сестрой пару слов. Конечно, пожалуйста. Да. Я вот вас хотел спросить. Вы как вообще? Прошлое наше видео посмотрели? Разговор? Конечно. Конечно. Я им все. Я и русский комроссула, и комментарии почитала даже. И лайк. Как будто так. Комментарии читали? Какие впечатления у вас от комментариев? Ну, а какие? Кто против России? Что про нас? Ну, единственное... Ну, нет, кстати, многие говорили, что приятно было то, что этот... Ну, первые типа вот люди, которые там и поблагодарили, вроде то, что... Да, 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 да. Вы получили, вы получили очень большое количество... Но вы получили очень большое количество поддержки у аудитории. Это редкость большая. На самом-то деле. То есть, то, что хаять будут, будут, конечно, хаять. Знаете, почему будут хаять? Но он же к нам не с надувными шариками все-таки пришел, да? Да, вот мы, как Дмитрий-то всегда говорит, мы... Окупанты, что ли? Вот, оккупанты. Ну, оккупанты, что ли. То, что мы оккупанты, да, да. Поэтому, ну, я насчет этого ей даже, как говорится, не возражаю. Ну, вот с учетом того, что и Рафаэль адекватно общался, и вы как бы не возражаете, и там поблагодарили, и все остальное. Только благодаря этому я вот его сейчас позвал, и чтобы дальше продолжить, как бы, вот, ну, беседу. И плюс еще у нас повод очень хороший. У нас повод очень хороший. Сейчас вот я вот... Мне как раз скинули видео одно, которое касается вас, касается его. И касается меня. Посмотрим? Давайте. Знаете, что возможно? Вот я последнюю новостью вчера, помыли, позавчера. Оказывается, что группой матерей и жен мобилизованных управляет, внимание, из города Батуми, бывшая сотрудница штаба Навального. Вот у нас такое вот. Это я сейчас хотела посмотреть. Хотите включить? Сейчас, сейчас, сейчас. Давайте. Всегда. Жирный, жирный. Сейчас. Включаем за это. Поехали. Сначала Золкин. Я Золкин. Золкин выставляет, что мы уже стали агентом СБМ. И я. Я его отправляю. Он усталенный. И масло. Золкин ответил. Масло, что СБУ сахарает. Золкин. 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 Представитель СБУ. Золкин. Который координирует солдатских матерей. Женщина на аудиозаписи. Я сделал от него. Глаз на аудиозаписи во время встречи с организаторами солдатских матерей России. Они напрямую управляются с Золкиным и рядом СБУшников. Почему? Потому что, например, у этой дамы сын пропал на фронте. А потом всплыл в составе одного из подразделений. Только там не воюют. Украинских подразделений, понятно. Только там он не воюет и не совершает рейды в составе террористической организации, которую ведет Илья Поломарев. Занимается идеологической работой. И так далее. Золкин. Слизмой. Золкин – это тот подонок, блогер украинский. Который от имени СБУ выкладывает имена пленных. И берет у них интервью. И он координирует деятельность солдатских матерей. Хочется спросить. В своем уме люди, которые поддерживают этих соволочей. Вы серьезно их поддерживаете? Вы чего? Вот вам доказательства. Это СБУ в чистом виде работает. Мне много чего хочется сказать по этому поводу. Как у вас впечатления? А кто это такие вообще? Не знаю. Я подписал это видео, когда в дурдом подвели скайп. Кто конкретно такие? Я не знаю. Но впечатление, что это в каком-то дурдоме дали людям телефон. И они могут с ними разговаривать теперь. По видеосвязи. Во-первых, эта женщина, по-моему, говорила ФСБ, если я правильно услышал, а не СБУ. То есть там он коверкает контекст того, что она ему сказала. Это раз. Два. Значит, я подонок, потому что я беру интервью и называю имена российских пленных. Действительно. Это же ужасно. Ужасно. Вы это наоборот правильно делаете. Чтобы наши и знали, что наши военные пленные, что наши ребята сидят по имени, фамилии, отчеству. Чтобы можно было сопоставить, сравнить, что это они на самом деле. Правильно. Так вот, я хочу передать этим ребятам из дурдома. Вы можете тоже публиковать имена наших пленных и тоже с ними разговаривать и тоже их показывать. А вообще в лучшем случае просто обнародуйте, нормально опубликуйте список с этими пленными и укажите точно лагерь, где они находятся, как это сделано у нас. С точными адресами, с точными реквизитами, куда можно отправить посылку и куда можно отправить перевод. Так у вас это работает. Да. Правильно? У нас это работает. А у вас это так, ребята, не работает. Поэтому вы покидайте свой дурдом, выходите из него и немножко разберитесь, кто в этой ситуации подонок. Дальше. Что касается связного, СБУ и кураторства российских матерей. Скажите, я вам немного там курировал? Нет. Нет? А лучше курировали бы. Я просто надобности как бы не вижу и вообще не понимаю, что имеется в виду. Не сильно понимаю. Ну вот вы видите, как сегодня мне помогли. Расскажите, пожалуйста, как мы сегодня с вами связались. Ну я вообще, вы знаете, я так долго, этот, хотела вам написать, да, недели две, наверное. А откуда у вас мой номер? Откуда у вас мой номер? Я вас курирую, наверное, из-за этого у вас мой номер. Да? Да, наверное. Ну расскажите. Да. Ну как, вот так вот написала, видите, вот именно написала. Я боялась, я не знала, какие слова подобрать. Как вот лучше объяснить, но на самом деле два месяца мы его не видим, не слышим. Я недели две подбирала слова, думала, и все-таки вот сегодня именно рискнула. Ну атаку и тут, конечно. Я вам скажу, что у вас какое-то седьмое чувство работает, потому что я только второй день на лагере, и да, и послезавтра я уже отсюда уеду, так что вы попали, прям вообще, ну это уникальная ситуация. Но откуда же номер? Просто, ну в дурдоме могут не понять, да, что мы с вами общались в прошлый раз. У них номер, здрасте. Пускай приходит, смотрит номер. Я прямо, у меня и фотографии также осталось в Рафаиле, когда вот мы, я даже помню, вы с братом общались. Я ничего не удалил, у меня все так же стоит. Когда подонок Золкин впервые общался с вашим братом, и когда подонок Золкин отправил вам его фотографию и дал вам с ним поговорить. Вот, не то же, подонок, знаете, это как-то мягко, мне кажется, слишком. Нацист, надо говорить, нацист просто. Это издевательство. Как вытерпеть можно такие издевательства? Это невозможно просто. Мне кажется, что у вас там в России, знаете, все, что неправильно, это правильно, все, что правильно, это неправильно. Как-то так происходит. Восприятие как-то... Все неправильно. Все неправильно. Даже то, что правильно, неправильно. А что там у вас новенького? В телевизор смотрите, нет? Угу. Не смотрите. Ну, вообще, что говорят? Может быть, какие-то факты новые открылись? Вот сегодня я на работе, да, я посмотрела Дмитрия, как он разговаривал, Валерий, Виталий. Виталий, какой-то депутат. Белая рубашка такой. Бородин? 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 Это клоун, клоун стукач, клоун стукач. Он там у вас на всех доносы пишет. То ФСБшником представляется, то еще кем-то представляется. Вот я себе его хотела найти, думаю, что там что за человек. Потом с Ириной, вот я интервью посмотрела, Ирина. С Крыниной, с Крыниной. С Крыниной, да. А Крыниная там что-то помогает сейчас с посылками вам? Я не знаю, я вот хотела с вами узнать. Не то, что узнать, я хочу ее сайт найти, и у меня не получается в Телеграме на нее выйти. У вас тоже нету ее этих. Да не, ну я вам могу скинуть ссылку. Просто получится, если она вам поможет посылку передать, если она вам поможет посылку передать, то получится, что она уже вас курирует тогда, а не я. Это конфликт интересов, понимаете? Надо сначала спросить, в СБУ вообще так можно было? Вот, так что да. Так что вы там увидите, если этих из дурдома, то вы им скажите, что это уже россиянка. Вы же знаете, что Крынина это гражданка России, да? То есть она уже у нас курирует, в общем, вопрос этот, да? Ну так, чтобы совсем там сгорело одно место уже окончательно. Да. Я говорю, и вас бы не тревожила. Я бы лучше с ней поможенных связей взял. Да нет, ну ничего, я думаю, я вас сконтактирую. Я думаю, раз они уже так сильно этого хотят, то уже надо начинать наконец-то. А что, потому что, слушаешь, так просто. Так просто мне взяли, такой пиар устроили. Надо же их отблагодарить теперь. Да. Ну хорошо, общайтесь с сыном еще. Спасибо. С сыном, говорю, опять с братом. Ну ты вообще прям мне так нравишься. Стараемся, стараемся. Да, да. Ну вот, в общем. То, что ты вот даже с мамкой не можешь связаться, не может, то, что наши, может, ВСБ уже блокируют? Я тоже так думаю, короче. Потому что, ну, как так может происходить вообще? Нет, так они периодически блокируют входящие с Украины. Ну просто там разные методы. Это все детская игра, по большому счету. Но они это делают. Они же поблокировали обыкновенные номера с Украины изначально. Ну, смысл вообще. Как это смысл? Обычная связь с родственниками непосредственно. Ну, как у меня сейчас. В самом начале войны у вас что было? Потерь нет. И вообще ничего не происходит. Да? Да вообще у нас... А с Украины начали звонить и рассказывать, что происходит. Бат, заблокировали звонки. Теперь то же самое. Но видите, я даю вам позвонить, даю возможность поговорить. Да я подонок. Ну, то есть это Россия. Вы объясните логично, зачем они это делают? Можете логично объяснить, почему я подонок, например? Здесь никакой логики, в принципе, нет. Мне кажется, просто идеализм человечества. И не более, не менее того. Да, верхушки наши. Ну, даже элементарно, вот я говорю, два месяца, я не могу с родными связаться по одной простой причине, потому что у них заблокированная связь, как говорится. Ну, и что это хорошо? Кому они делают хорошо? Своим людям, которые, в принципе, россияне или что, они тем самым добиваются. Ну... Ладно, вы общайтесь. Ну да. Все вообще известно. Ну, пока запускаемся, пока вроде бы... Потихоньку, потихоньку, потихоньку... Ну, а ребята с тобой кто-нибудь помощники будут? Ну, да, я набрал 14 человек, в принципе, пока что. Ну, ой, ну хорошо, хорошо, ладно. Пока работаем, в общем. Ладно, молодец. Да я насчет этого и не переживаю, то, что ты всегда найдешь работу, ты что это уже? Ну, да. Самое главное, все хорошо. Ладно, главное, чтобы у вас все хорошо. Тертый калач. Ну, в принципе, да. В этой среде, да? Да, да, да. Вот. Сколько вы отсидели до того, как вас мобилизовали? 13 лет. Отсидели. Да. А далее? 16. Далее 16. Посмотрите полное видео, я дам ссылочку, при желании, да, чтобы было понятно. Ланька, там мамульке привет говори огромный. Всем привет. Давай. Да, всем, всем передам огромный. Этот спрашивал, Фантаков тоже тебе привет передавал, спрашивал, мамке звонил. Потом Стерлита Мака, как девочка-то все про тебя тоже спрашивает. Ага, ага. Сейчас стал Слав. Зарема. Зарема. Вот. Потом этот... Короче, давай, все, мы с тобой поговорили. Я рад, что у тебя все хорошо. Сейчас я Владимиру вот на этот номер скину свой мегафон. Ладно, ты перепиши куда-нибудь для себя. Хорошо. И потом Владимиру попрошу, чтобы он мне крылья на доме с этот ссылку скинул. Ну, а так этот... Да, на днях я, если что, позвоню, мы с тобой уже поговорим по поводу посылки, тому и тому подобное. Хорошо? Все, Ланька. Все, давай, целую, люблю. А можно еще я два слова буквально? Слушайте, а вот вы вот так вот не боитесь говорить про верхушку, про свою, да, вот, правительство. Про что? Ну, про верхушку, вот вы говорите, что у вас там верхушка, да, что-то... А вы думаете, я одна так говорю, что ли? Я не знаю, обычно боятся говорить? Ну, боятся, это, знаете, я первое время боятся, а теперь... Мне кажется, уже... Ну, что со мной сделать? Ну, убить не убьют, посадить, посадить, что ли, думаете? Могут. Сейчас у нас у каждой второй, у... У меня вот у одноклассницы сын тоже пропал, она не может, она и к вам не может с вами связаться со всеми. И ее шкуняют с этого, с военкомата, короче, она вся в стране, тоже не знает, как куда ей обращаться. Она всех уже матом, уже и в нашу администрацию всю послала. И, короче, тоже в стране, она тоже, мы с ней вот так разговариваем по телефону. И она всех посылает матом, всю нашу верхушку. Поэтому уже мы не одни, нас становится все больше и больше, понимаете? Понял, понял. Бывает же такое, вроде, знаете, послушаешь людей из дурдома, и они, бац, столько идей хороших всяких накидают, и прецедент создадут. Нормально, нормально, нормально. Все, кидайте меня. Владимир, огромное вам спасибо. Да. Благодарное. Пожалуйста. Как вас ты в силу, в силу лет, вот в силу. Нормально, нормально. Удачи вам, успехи. И вам тоже. Сейчас я свой номер запишу, ладно? Да, да, да. До свидания. До свидания. Ну, вот сестра у вас смелая. Да? Да, да. Ну, правда. Вам спасибо. Правда, я волнуюсь, конечно, за ее здоровье после этих разговоров. В принципе, после первого, если не пришли, то, может быть, кто знает. Да я не думаю, что после второго. Вы откуда? С Башкирии. Ага. Это Башкортостан, да, называется? Ага. Может, у вас там чуть-чуть как-то посвободнее? Может, просто народ, знаете, более такой сплоченный, то есть, не дадут друг другу в обиду? Ну, есть какой-то шанс? Надежда, не знаю. Да, в принципе, мне кажется, сейчас уже в плане этой среды, в плане вот этой всей специальной операции, очень много народу, которые, в принципе, друг за другом уже не дают друг другу обиду. Так как где, как где, видите ли? Ну, исходя из того, сколько вообще погибших, сколько безвести пропавших, и тому подобное, и это же все на слуху, в принципе. У каждой семьи кто-то пропал, кто-то исчез, кто-то... Не страшно, а у вас там есть комитет так называемый солдатских матерей? Так вот, я не видел, чтобы они высказывались именно против спецоперации. Они как-то вот сначала начали, да, об этом говорить, а потом их прижали, и они говорят, конкретно каждый за своего. То есть, что вот верните, пожалуйста, там моего мальчика такого-то, верните. Ну, а вообще-то правильно, что это все происходит. Ну, мальчика моего верните, ну, надо продолжать. То есть, других мальчиков отправьте, моего верните. Ну, вот какая-то такая, да, каша получается, и, естественно, что и их мальчиков никто не вернет, и других отправит. Да, да. Бестолково, бессмысленная история. Бессмысленная история. Вот. Ну, все, хорошо, запишите там номер. Все, спасибо вам большое. Прям очень... Ой, бесс... Можно куда-нибудь сразу записать? А, и я это обращение еще хотел сделать. Вот матери, которые там не могут детей своих найти, там, они в лагере, там, в одном или во втором. Знаете, давайте, пожалуй, я дам свой никнейм. Обращайтесь, пишите. Будем искать, помахать. Алло. Да, 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 товарищ майор, да. Все выполнил, все выполнил. Горит? Горит. Не, 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 я забыл, как бы, ну, вы в курсе, да, что у нас разговоры по записи для публикации. Сестру вашу я тоже уведомил уже в телефонном режиме. Да, да, да. Ну, она тоже в курсе. Да? Ну, в принципе, мы с вами... Ну, четко попало вообще. Да, да, я вам тоже... Это реально мистика. Увидеться с вами был вообще просто удивлен, если честно. Не, ну, я же с другими общаюсь здесь сейчас. И она мне написала, но я вас позвал. Ну, да ладно, сегодня еще. Что вы вообще можете рассказать? Ну, что нужно сказать? Интересно. Здесь все хорошо. Не, ну, здесь понятно, что все хорошо. Какие-то новые мысли, может быть, у вас появились относительно того, что произошло? Каким-то образом не возвращаться обратно на боевые действия, если только и все. Ну, это понятно, это понятно, это понятно. А вот новоприбывшие там вот что-то рассказывают, может быть, интересное. Да, знаете, когда находишься здесь, когда какой-то костяк собрался, и мне особо интересно общаться с теми... А, ну, и у вас есть здесь уже какой-то круг общения? Ну, да, конечно. Я вот, например, общаюсь с теми, с кем я, например, работаю, с кем я, например, живу в отделении, так сказать. В вашем кругу общения многие хотели воевать? Нет. Я скажу, даже большинство никто не хотел воевать. Ну, вот сколько идейных таких, которые до сих пор продолжают, что вот это вот, что надо, вот это вот, надо воевать. Я бы еще раз бы пошел, я еще раз пойду. Много таких? Ну, здесь вот на данный, в данном учреждении, так сказать, я здесь видел только, может, на человек пять, может быть, максимум. Потому что я заметил тенденцию, что в последнее время мне на видео начинают вот это вот говорить, а говорят они это, потому что они понимают, что посмотрят там, им туда возвращаться. И они таким образом себе делают репутацию такую алиби. Да, ну... Чтобы их там не прессовали сильно. Они же в плену у типа как нацистов только об одном и думают. Что с ними будет после того, как они вернутся домой к добрым людям, которые их будут две недели для начала пытать и обрабатывать, а потом только, может быть, отпустят в лучшем случае. Вы знаете, что эта процедура происходит после того, как говорится? Ну, в принципе, наслышан, но, как говорится, знать это, когда ты сам ее пережил, а наслышать-то, да, наслышан. В принципе, говорили ребята. Здесь даже есть такой человек, который уже проходил эту процедуру и вернулся сюда-обратно, так сказать. Вот. С ним тоже вот один раз общался. Ну, ничего, говорит, приехал в Москву. Неделю, говорит, меня прорабатывали. Узнали, что к чему. Нет, так приехал в Москву, его домой отпустили? Нет. А. Вот. И все обратно на передовую. Это кто так? Ой, скажу честно, не этот... Это вы по слухам знаете? Зачем? Нет, я вот с человеком общался, который здесь. Второй раз уже. Лебедь, вроде бы, да? Да, да. Что-то, ну... Я тоже с ним общался. Ну, это Дима с ним общался. Да, да, да. Ну, есть такие, да, случаи есть. А, нет, если в Москву вернулся? Не-не-не-не-не-не. Потому что тот из Донецка был. Тот из Донецка был, которого второй раз вернули. Он еще рассказывал историю, что у него там были проблемы с командиром. Он пришел, вернулся в часть, его посадили под автоматы в машину и повезли и снова выкинули напередок. Фактически такой рассказ. Ну, он из Донецка, а вы говорите из Москвы. Да, вот я общался с человеком, который непосредственно доехал до Москвы. Пообщался там, ну, на протяжении недели там, с ним общались ФСБ и тому подобное. Вот, а потом он, ну, я не знаю, конечно, какими он путями доехал обратно до передовой. Может быть через свою воинскую часть, может и какими-то иными путями. Потому что я не углублялся в подробности. Важно. Важно, что он из Москвы, а не из Донецка. В общем, ну, да, понятно, понятно. Надо будет с ним тоже побеседовать, если он не откажется. А давно он приехал, повторно, второй раз? Ну, вот буквально, может, смесь с ногами. Вообще супер. Вообще супер. Хорошо. Все. Что-то, может, еще от себя расскажете? Да, в принципе, нечего. Ничего, да? Вам спасибо большое. Да не за что. Прям, я очень рада пообщаться. Идите, поднимайте швейный цех. Ладно, спасибо. Вы молчали обо мне? Ничего не говорили и не упоминали. Это была правильная тактика. Потому что теперь вам прилетит. Мам. 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 Блажно. Мам. Продолжение следует...